Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу. Сегодня российский адвокат, экс-игрок телевизионного клуба «Что, где, когда» Илья Новиков. Илья Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9, код плюс 371 для тех, кто звонит из-за рубежа. Присоединяйтесь и также пишите по WhatsApp 230-6191. Вы не раз рассказывали о том, как стали адвокатом, что еще в детстве приняли это решение. Не пожалели за эти годы, что выбрали эту профессию? Не приходилось жалеть? Нет, совершенно не пожалел. Не собираюсь пока ничего менять. Ну, ведь у вас были мысли делать именно телевизионную карьеру? Такой период тоже был в вашей жизни? Ну, это натуральная вещь, поскольку мой папа был телережиссером. Я представлял себе телевизионный, как такой один большой даже не столько телевизор, да, сколько как раз пульт с кнопками, с которого переключаются камеры тогда еще и все эти советские. Но это все относится к тому же периоду, когда дети сначала думают, что они хотят стать космонавтами, там, да, не понимая, что такое космонавт, потом еще кем-то. А к тому моменту, когда уже приходится всерьез думать о том, кем ты хочешь, чем ты хочешь заниматься в жизни, я уже был вполне уверен, что я хочу быть вот тем, кем я есть сейчас. Не тоскуете ли, потому что не можете принимать участие в игре что, где, когда? Да нет, у нас, на самом деле, подавляющее большинство всех наших игрушек, оно проходит вне эфира и не связано с эфиром. Я думаю, что многие ваши слушатели в курсе и многие это пробовали сами. Сейчас это распространилось как такое популярное развлечение выходного дня или вечернего времени, когда люди собираются там где-нибудь в кафе или в ресторане и играют вопросы и ответы, и это ничуть не менее увлекательно, чем то, что происходит вот там, по той стороне экрана. То есть вы продолжаете играть? Да, конечно. Ну вот, когда вы объявили на Первом канале, что будете защищать Надежду Савченко, вы говорили в интервью, что руководство программы долгое время за вас боролось. То есть оказывалось какое-то давление на канал со стороны государства? Ну, смотрите, нет, это все не так устроено, что там сидит какой-то один большой главный цензор и на телефоне и звонит и говорит, что вот это вот поменяйте, а вот это уберите. Эти вещи, они во многом проходят на категории самоцензора скорее, да. Вот полтора года у нас все это шло с лета 2014 года по весну 2016 года, даже чуть меньше двух лет. И совсем уже вот не в моготу стало не замечать того, что один и тот же человек и адвокат вот этого вот украинского террориста Савченко и игрок, кстати, когда это стало к весне 2016 года, когда мы уже вышли на финишную стадию процесса, уже новости об этом процессе были каждый день. Вот к этому моменту это стало невозможно совмещать. До этого вполне можно было, ну, как-то не акцентироваться на этом и все. — Вам легко было сделать этот выбор, уйти из телевизионной версии игры «Что, где, когда», учитывая, что вы там достаточно долго играли и были такой знаковой фигурой, по крайней мере, для телезрителей? Выбор был тяжелый? — Да это вообще не выбор. Просто если ты хочешь, если ты сейчас принимаешь свою профессию, у меня все-таки профессия адвокат, да, то как можно выбирать между ней и хобби? — А «Что, где, когда», никогда моей профессии не было. Там есть люди, которые думают по наивности, что вот у тех, кого они видят «Что, где, когда», у них есть трудовая книжка, в трудовой книжке записан «Знаток» в телевизоре. — Это не так, это ни у кого не профессия, это у всех хобби, у меня в том числе. Понятно, что между работой и хобби, даже таким, которое сделало тебя популярным, ну, ты не выбираешь хобби, ты выбираешь работу. — Ну, вернемся к вашей работе. В таком случае сейчас Надежда Ставченко, которую вы защищали в тюрьме на территории Украины. Вы сказали, кстати, что украинский суд более независимый, чем российский, вы так считаете, в одном из интервью. — Ну, это не то, что радикально, не то, что украинский суд где-то рядом с американским, а российский где-то на дне, но разница действительно есть. — Как вы считаете, могут ли итоги президентских выборов как-то повлиять на заключение Ставченко и изменить сложившуюся ситуацию? — Я скорее сказал бы, что ситуация может измениться после парламентских выборов, поскольку во многом идет та острота предвыборная, которая сейчас просто там в воздухе, как такое электричество, да? Если бы на фоне того, что сейчас происходит в президентской кампании, и при том, что понятно, что президентская кампания моментально, как только она закончится, перетечет в парламентскую кампанию, что там не будет никакой паузы. Вот если бы на фоне всего этого такой человек, как Савченко, оставалась на свободе и говорила, и делала то, что она говорила и делала последние два года, наверное, это очень сильно добавляло бы градуса нервозности во всю эту ситуацию. Просто после окончания выборов, тем более, что там уже суд вот-вот начнется, очень может быть, что процесс завершится и до выборов. Но почему бы нет? Может быть, ее и освободят. — Насколько сильно, на ваш взгляд, политические процессы влияют на судебную систему? Ну вот в России, и, скажем, если рассматриваем дело Надежды Савченко, то можно говорить и в Украине. То есть, насколько сильно это влияние все-таки сегодня? — Ну это вообще разная вещь. Потому что в России политических процессов, именно не уголовных процессов, политически мотивированных, а процессов политических, когда есть одна сила, другая сила, и они как-то борются. В России такого практически вообще нет. Потому что в России власть задавила все до асфальта и под асфальт. — В Украине все-таки другая ситуация. Там, ну вполне отчетливо то, что мы видим последние месяцы, видно, что есть разные полюсы, и они как-то борются и перетягивают это одеяло на себя. Понятно, что когда такая ситуация есть, она не может не влиять на суд. Хотя бы то, что там последние, по-моему, месяца четыре не могут определиться с тем, какой все-таки суд будет рассматривать дело Савченко. Я за этим делом слежу так же, как все остальные. Я не в нем участвую, я не юрист в Украине. Но там, по-моему, было четыре, пять, по-моему, сейчас пятый по счету суд, который должен это дело рассматривать. Потому что планировал, что это будет сначала в Славянске, по-моему, потом хотели в Чернигове, потом хотели в одном суде в Киеве, в другом суде в Киеве, сейчас третий суд в Киеве. Сейчас, по состоянию на сегодняшний день, дело ее и рубано. Там два подсудимых. Должен осматривать дарнистские сутки. Понятно, что это не чисто процессуальные игры. Понятно, что там есть какая-то подкладка, которая делает все это дело гораздо более сложным, чем было бы без этого. Но я не могу комментировать его по сути. Дело в том, что, ну, во-первых, я не могу становиться в позицию добровольного защитника Савченко. Просто потому, что у нее есть защитники, которые реально ведут это дело. И они вправе были бы воспринять мои комментарии со стороны, как такое вмешательство в их работу, что адвокатам не стоит делать. Ну и кроме того, я не уверен, что Надежда сейчас нуждается в таком адвокате, как я. Потому что я все-таки защищал ее в России на первом процессе. И те, кто следили за тем процессом, они привыкли ждать, в общем, от меня, наверное, на одной линии какой-то, да, одного такого стиля, стилистики. Если сейчас я буду комментировать в другом, там, да, пусть даже в сторону защиты, но как-то иначе, очень многие посчитают, что я просто неискренен, а значит, в защите есть что скрывать, а значит, что-то там не так. Вот я не могу этого допустить. Поэтому, кто прав, кто виноват, там, насколько там все в этом деле хорошо и гладко, я публично говорить не могу. Какое у вас личное отношение к Надежде Савченко? Ну, оно не сильно изменилось. Я не считаю, что она какой-то злодей, которая там сначала убила журналистов, а потом хотела убить украинского президента. Да. Но я в то же время, конечно, разочарован тем, что у нас ничего не вышло в 2016 году из того, как мы надеялись, как нам удастся поставить работу по другим политзаключенным в России. Потому что было понятно, что собрать в одну точку на одном человеке всю ту поддержку, которую можно собрать, в принципе, да, там, начиная от президента США, папы Римского, канцлера Германии, кого только не, можно было только на одном человеке, или, может быть, на одном человеке раз в несколько лет. И было понятно, что повторить то же самое, что получил Савченко с кем-то еще, ну, не получится в ближайшее время. То есть она будет единственным таким человеком на долгие годы. Но дело украинских моряков. И мы надеялись, да, мы надеялись, что, будучи таким человеком, она как раз станет таким основным проводником вот этой вот линии на то, что остальных политзаключенных тоже нужно освобождать. Она им, к сожалению, не стала. Ей эта роль оказалась... Она оказалась, что она не годится для этой роли. Она не смогла этим заниматься. И мне кажется, что мы потеряли очень серьезные шансы, потому что все эти люди, которые сидят, уже 5 лет многие сидят. Сейчас только что исполнилось ровно 5 лет, как в России в тюрьме сидит Николай Карпюк, которого ложно осудили за то, что он воевал в Чечне якобы в 95-м году. Абсолютно липовое дело. То же самое Клых, то же самое группа Сенцова. Они все уже практически 5 лет находятся в тюрьме. Кто-то ровно, кто-то чуть меньше. И совершенно непонятно, как им оттуда выйти. Что мы должны делать, чтобы их оттуда достать? А на взгляд, и дело Сенцова, и дело украинских моряков, они не могут на себе сконцентрировать внимание мирового сообщества и стать такими символами, которые могут сделать за счет них то, что они сделали за счет Надежды Савченко, может быть? Ну, во-первых, по делу Сенцова пытались, конечно, такую поддержку аккумулировать, и не получилось. Сенцова даже там, там дело началось раньше, они раньше стартовали. Сенцова арестовали в мае, по-моему, в начале мая 2014 года, а Савченко только в середине июня. И был шанс, что дело Сенцова станет ровно тем одним, на котором все сойдется. Не получилось, и, как вы видите, даже прошлогодняя голодовка Олега Сенцова не привела к тому, что давление на Россию усилилось на этом смысле. Что касается дела моряков, там, с одной стороны, там совершенно другая ситуация. Там Россия перешла очень много красных линий, которых не было просто в других делах. Там дело затрагивает не только Женевскую конвенцию о военнопленных, на чем мы постоянно акцентируемся и постоянно напоминаем, что это дело необычное. Там у нас в мирное время есть военнопленные, посмотрите, что происходит. И когда люди начинают разбираться, там первая реакция, что нам не верят, какие могут пленные, когда нет войны. Когда мы начинаем вводить пальцем по строчкам конвенции, объяснять, как одно связано с другим, там действительно, как правило, наступает понимание и встречный вопрос к России, а зачем вы это сделали. Вот за счет этого в деле моряков, тем более, что там еще не факт, что это дело дойдет до суда, мы стараемся обеспечить такое влияние на Россию, чтобы Россия отказалась передавать это дело в суд и отпустила украинских моряков без всяких дальнейших требований. Что они должны были сделать, собственно, с самого начала. Там ситуация иная, может быть, нам удастся развернуть ее в более благоприятный русский. Ну вот вы в одном из интервью сказали, что срок Олегу Сенцову, который, я напомню, приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме, этот срок согласовывался. Согласование, которое вы имеете в виду, насколько я поняла, это такое грубейшее нарушение закона. Во-первых, откуда у вас основание это полагать, если вы не вели это дело? Я ввел дело одного из участников группы Сенцова, там было 4 человека. Сенцов, Кольченко, Афанасьев и Черни. Вот Афанасьев его освободили в рамках второго подсчета обмена, после Садченко, наверное, многие не помнят, но был такой обмен номер 2, который прошел гораздо тише. Двух украинцев, Афанасьев и Солошенко, обменяли на трех пророссийских украинцев, которые были арестованы и сидели в Украине. Поэтому дело Сенцово я знаю изнутри. У меня нет ни малейших сомнений в том, что там по всем фигурантам все, что происходило, там действительно согласовывалось, потому что вот так это выглядело. И с тех пор мы к этому уже привыкли. Это не какой-то уникальный случай. Вы говорите, что это грубейшее нарушение, но вы это говорите как-то... Я согласен с вами при этом, да? Но вы говорите об этом как о чем-то необычном, а это уже давно обычное. Это не что-то из ряда вон. Такие вещи происходят. У нас много в России политических процессов, политически мотивированных уголовных дел. В общем, это ситуация типичная. Поэтому сомнений нет никаких, да, действительно. И потому как Путин реагирует на упоминание фамилии Сенцова, и потому как, хотя и не такого высокого градуса, как Посадченко, но все равно очень серьезная мировая поддержка не приводит ни к чему, никаким результатам. Все это, конечно, определенные маркеры этой ситуации. Ну, каким образом происходит это согласование? Ну, смотрите, каким образом. Ну, с одной стороны, это черный ящик, да, никто не слушал по параллельной трубке телефонный звонок, и не может сказать, что «да, я своими ушами слышал, как Путин лично звонил судье и что-то ему там приказывал». А с другой стороны, в общем, понятно, потому что мы знаем, как это происходило в других случаях. Судья или судьи, если это тройка судей, на такого рода процессы всегда означаются вручную. Вообще судьи в России назначаются вручную. У нас нет такой системы, которая давно есть. Во всех нормальных странах, когда распределение дел по судям происходит случайно, путем компьютерной жеребьевки или какой-то иной жеребьевки. Каждый раз, когда в уголовное дело поступает суд, председатель суда, начальник, главный судья, начальник судьи, он должен вручную это дело расписать, как это называется, то есть назначить на него кого-то из судей. И, конечно, он назначает не того судью, который может быть непредсказуемо себя повести, а назначает того судью, в ком он уверен, что этот судья поступит так, как от него хотят. А некоторым судьям даже не нужно объяснять, что от них хотят. Они, в общем, сами знают, как нужно поступить. Что касается конкретной цифры приговора, она, в общем, часто вытекает из того, как себя ведет власть, и как себя ведет администрация. Это не какой-то секрет. Решенель, в общем, это довольно понятная вещь. Телефонное право, которое процветало при Советском Союзе, оно процветает и сейчас, оно никуда не делается. В такой ситуации, что может сделать адвокат, и, может быть, этот вопрос покажется вам циничным, но что он вообще может сделать и нужен ли он? Адвокат нужен всегда, даже если он не может повлиять на приговор, который пишется заранее. А приговор не всегда пишется заранее. Иногда все-таки можно по таким не самым топовым делам, где не каждый шаг контролируется, там есть какая-то свобода маневрового суда, если судья попался приличный, можно убедить его, что ли, не добавлять садизма от себя. Он, конечно, не оправдает человека, но может дать ему какой-то срок вполне компромиссный. Но в любом случае нужен как связующее звено. Дело в том, что если человек оказывается без связи с внешним миром, если с ним могут сделать все, что угодно в тюрьме, в СИЗО, и никто не может к нему прийти извне и посмотреть, что с ним, и поговорить с ним, и как-то подстраховать его от того, что он окажется полностью бесконтрольно в руках своих тюремщиков, конечно, люди оказываются в гораздо более тяжелой ситуации. Поэтому, хотя Адвокатура в России во многом такая вещь палеоактивная, мы часто изначально не можем бороться за оправдание, даже в том случае, когда человек полностью невиновен. Но это не значит, что мы не можем сделать для него что-то полезного. Защитить его от каких-то худших проявлений системы мы вполне можем. Ну вот вопросы нам поступают сейчас в Ютубе. Дмитрий спрашивает, серьезно верите, что кому-то в Кремле интересен какой-то Синцов? По-моему, вы просто лукавите, ибо это ваш бизнес защиты украинцев. Как прокомментируете? Ну, ваш телезритель ничего не понимает в моем бизнесе, в защите украинцев. Смотрите, Синцов, это как в принципе сказки про Гарри Поттера. Если ваши слушатели помнят, в чем там сюжет. В общем, был мальчик, и этот мальчик стал главным врагом главного злодея, потому что главный злодей сам так решил. Или потому что так сложились обстоятельства. Конечно, Путин не сидел там в марте или в мае 2014 года на трубке, и не ждал каждые пять минут звонка, где там Синцов, а что там с ним, а вот давайте скорее докладывайте мне. Но по мере того, как ситуация начала получать внимание, получать поддержку, по мере того, как... И это не только Синцов, так с Сарчиком было то же самое, и с другими тоже, в общем, тоже происходит. Союз медитивным тоже происходил. Очень такое же с моей подзащей. По мере того, как Путин начинает доставать личными вопросами, а вот что у вас с таким-то? Почему он у вас сидит? Почему вы его не отпустите? И по мере того, как Путин, ну где-то там мягче, а где-то жестче и все более жестче реагирует на эти вопросы, что отстаньте от меня, у нас независимый суд. Эта история, конечно, становится личной. Ну просто потому, что Путин, вот как мы его видим, как, по крайней мере, я его воспринимаю, это какой-то человек очень такой мелочный и очень склонный к таким личным реакциям. Не потому, что Синцов или кто-то еще важен России как государству, не потому, что на этом примере Россия как государство что-то демонстрирует важное, а потому что Путин может считать, что отпустить такого человека было бы признаком слабости, вот на тебя давили, а ты прогнулся. Поэтому иногда приходится там соразмерять свои усилия с результатом, если вы не можете обеспечить такого давления, чтобы он действительно прогнулся. Вот как в кейсе Савченко, да, там давление было такое, что Путин действительно вынужден был уступить, когда он этого не хотел. А если вы такого давления достигнуть не можете, возможно, вы тем слабым давлением, которое происходит по вашему кейсу, можете ситуацию усугубить. Это тоже риск, который приходится учитывать. А что все это сложно. Сложная тема, она не имеет каких-то простых решений. Делаем раз, два, три и все готово. Мы сейчас прервемся на несколько минут буквально, и потом продолжим. Адвокат Илья Новиков с нами на прямой связи. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи российский адвокат Илья Новиков. Илья Сергеевич, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Ну вот, одним из ваших подзащитных также является Роман Макряк, украинский моряк, который проходит по делу об инциденте в Керченском проливе. О том, как содержат украинских моряков России, вы рассказывали в одном из интервью, и говорили о том, что существует определенная лотерея, чтобы увидеть подзащитных среди ваших коллег. Вы вытягиваете какую-то лотерею, чтобы попасть в жребий. То есть есть сложности у вас? Смотрите, это касается не украинских моряков. Дело в том, что это натуральное последствие того, что их решили поместить в Лефортово. А Лефортово, я думаю, что это слово слышали все, это следственный изолятор, который напрямую контролируется ФСБ. Формально он подчинен, как и все остальные изоляторы в России, Министерство юстиции. Но этот изолятор находится через стенку от Следственного управления ФСБ. И там очень особенные условия, не такие, как в других местах. И в частности, там в этом изоляторе всего 7 следственных кабинетов, в которые адвокат, защитник может прийти для того, чтобы увидеться с вами подзащитный. А если кто-то думает, что я прихожу в следственный изолятор, и меня пускают в ту камеру, где сидит мой подзащитный, это не так. Его должны вывести из его камеры, поместить в отдельный кабинет, потом пустить туда меня, потом я оттуда выйду, потом его обыщу, чтобы никто ничего не мог передать, даже клочка бумаги. И в силу того, что там мало этих кабинетов, и часть из них занимаются следователи, а следователь всегда имеет преимущество перед адвокатом. Вот если пришел адвокат и следователь одновременно, следователь идет, занимает кабинет, а адвокат ждет. Все это привело к тому, что мы адвокаты, не потому что там правила такие, чтобы была лотерея, какая лотерея правилами не предусмотрена, но мы адвокаты вынуждены были выстроить такую систему саморегуляции, просто потому, что никаким более честным, никаким более таким справедливым, непредвзятым способом определить, кто когда своего подзащитного увидит, мы не можем. Чтобы там это не превратилось в биржу, чтобы адвокаты не покупали друг у друга места, чтобы нам не приходилось там стоять сутками в очередях перед этим СИЗО. Мы договорились, что вот мы, те адвокаты, которые защищают людей в Лефортово, будем делать вот так. Мы заранее, на неделю вперед распишем очередность. И каждый адвокат знает, когда он может своего подзащитного увидеть. Минус этой системы, очевидно, в том, что чаще, чем раз в неделю, я своего клиента увидеть не могу. А если это вот как вчера, например, у меня вчера была очередность видеть Макряка, я приехал, мне сказали, его увезли на экспертизу, в институт сербского, потому что их всех начали проводить через психологи-психотическую экспертизу. Раз его увезли, значит, я, в свою очередь, потерял. На этой неделе я его не увидел. Может быть, увижу на следующий, если не будет никаких чрезвычайных обстоятельств. Вот так мы вынуждены работать. А вообще вы имеете право видеть его хоть каждый день? Ну, теоретически имеем, да. На практике происходит то, что я сказал. В каких условиях содержат украинских моряков? Есть ли к ним какие-то, ну не знаю, особый подход со знаком плюс или со знаком минус? Ну, условия обычные для Лефортова. Если смотреть с чисто бытовой точки зрения, в Лефортово, наверное, условия лучше, чем в других местах, потому что там двухместные камеры, там не бывает такого, как в других морозковских изоляторах, когда в камеру рассчитаны на 40 человек, помещают 60, они вынуждены по очереди спать, а кто-то спит на полу. В Лефортово такого нет в то же время. Сам факт, что их держат в следственном изоляторе в тюремных камерах и заставляют подчиняться тюремному режиму, он грубо нарушает ту самую Женевскую конвенцию, о которой я говорил. Я должен объяснить, в чем там дело. Когда российские пограничники захватили вот этих украинских моряков, 24 человека, наверное, никто эту ситуацию не оценивал с точки зрения международного права. Но вот как-то решили, что да, мы их захватываем, а дальше кто они такие, задержанные, за что они задержанные, за нарушение границ. В то же время у нас есть Женевская конвенция, в которой Россия подписана. Ее подписал в свое время Советский Союз, и Россия и Украина, обе, когда они выходили из Советского Союза, они в рамках процедуры, которой эта конвенция предусмотрена, огласили, что они будут продолжать являться участниками конвенции. Эта конвенция предусматривает, что даже когда нет войны между двумя государствами, даже когда формально существует мир, тем не менее, если в результате вооруженного конфликта оказываются захвачены военные одной страной, другой страной, то к этим военным должны применяться правила обращения с военнопленным. Вот такое, там может быть немного странное для ней юристоположение, но оно существует, его никто не отрицает. То, что отрицает Россия, это то, что происходившее в Керченском проливе 25 ноября было вооруженным конфликтом. Нам говорят, ну это была полицейская операция, это пограничники выполняли свою работу. Там ничего такого не было. Я напомню, что было. Три украинских корабля были обстреляны. Вот, собственно, Роман Макряк, он был командиром того корабля «Бердянск», который получил попадание. Попадание из 30-ти миллиметровой автоматической пушки. А эта пушка, это вообще довольно серьезная вещь. Всего было выпущено более тысячи снарядов. Там сумасшедшая расстреленность, это тысяча снарядов, она уложилась где-то там в две или в четыре очереди максимум. И хотя попало всего четыре снаряда, но там образовалось трое раненых, там, судя по всему, был приведен в негодность этот катер. И мы понимаем, что стреляли на поражение. То есть стреляли с пониманием того, что стреляют по украинским военным и, скорее всего, кого-то ранят или убьют. И понятно, что по любым стандартам оценки, по любым критериям, какой бы независимый международный орган не рассматривал эту ситуацию, это, конечно, вооруженный конфликт. Это никакая не полицейская операция. Просто чудо, что никого не убил. В итоге Женевская конвенция запрещает военнопленных держать в помещениях тюремного типа. Хорошее СИЗО, плохое СИЗО, комфортная тюрьма, некомфортная тюрьма. Но все это одинаково запрещено. Если Россия хочет их удерживать, пожалуйста, будьте любезны, строите лагерь военнопленных по тем правилам, которые существуют с 50-х годов. Россия по этому делу не хочет этого делать. Россия эту ситуацию трактует, как то, что это обычные преступники. Ничего такого там нет. Там есть много таких побочных сюжетов. Например, то, что им обязаны разрешать носить их военную форму. А им запрещают это делать, со ссылкой на то, что в СИЗО не допускается никакая военная форма. Их должны судить военные суды. Им в этом отказывают, говорят, что нет, это обычное гражданское дело, вы не военнослужащие России, поэтому вас судят гражданские суды. Им должны выплачивать денежные пособия, оговоренно в Женевской конвенции, которая исчисляется в швейцарских франках. Там может быть маленькие суммы, потому что сумма установлена в 49-м году. С тех пор инфляция потрепала даже в швейцарских франках. Но тем не менее, их должны платить и не платить. Все эти нарушения, которые происходят формально, потому что Россия не признает то, что произошло военным конфликтом, вооруженным конфликтом, они аккумулируются, мы их, естественно, все фиксируем. И в свое время, когда придет время платить по счетам, что называется, я думаю, что по этому счету будет уплачено. Адвокат сегодня может отказать, если его выбирает подзащитный? Неправильная постановка вопроса. Подзащитный, если он выбирает адвоката, то это процесс обоюдного согласия. Адвокат не может отказаться в том случае, если он назначен. То есть, если подзащитный не имеет денег или не хочет по каким-то причинам сам выбирать адвоката, и суд или следователь назначает ему адвоката из списка. В этом случае адвокат не может отказаться, но у нас не та ситуация. Все адвокаты, у нас больше 30 адвокатов, которые по этому делу работают, это все добровольцы. То есть, это те, кто согласились и на кого согласились их подзащиту. Но вы, когда выбираете это дело, можно вспомнить историю. Адвокат Донован, который защищал Абеля, он, в общем-то, навлек на себя ненависть у общества в Америке в тот период холодной войны, потому что считали, что он защищает врага народа, но он считал, что справедливость выше этого общественного мнения. На вас как-то отражается выбор ваших подзащитных и то, что вы, если так говорить современным языком, часто идете вне тренда или против тренда даже общественного мнения в России? Ну, общественное мнение в России, оно, точно так же, российские законы, они жестокие, но их не обязательно исполнять, как заметили еще в 19 веке. Точно так же, общественное мнение в России, хотя оно довольно зверское, оно совершенно разращено телевизором, там люди, действительно, у них в головах вот эта картинка, что есть враги, и всех расстрелять и посадить, оно, тем не менее, очень вялое. И если уж в какой-то момент и было ощущение, что мы где-то там ходим по грани и чем-то рискуем, оно было в 2016 году, как раз в разгар того самого дела Савченко, о котором я говорил. Сейчас, с тех пор, поскольку я уже 5 лет занимаюсь такими делами, и у меня одно такое дело, там, украинское, да, или неукраинское, но все равно политически мотивировано, какое-нибудь чеченское дело, одно такое дело перетекает в другое, до сих пор никаким серьезным последствиям, никакому негативу это не привело. Так что я не склонен кричать «волки, волки», когда волки, на самом деле, не пришли, придут. Но тогда будем смотреть, что это за волки. Но вы себя Донованом не чувствуете в этом смысле? Ну, нет, наверное. Донован – это все-таки такая фигура, вы его знаете по делу Лабеля, на самом деле, это гораздо более такой глубокий, интересный человек был. Мне до него еще расти и расти. Готовы ли вы защищать тех людей, взгляды которых не совпадают с вашими? Политические, прежде всего. Надо смотреть. Часто это будет мешать в работе. Вот у меня, например, был подзащитный, подзащитный Борисов, то есть, извините, не Борисов, а Пученков. Борисов другой подзащитный. Дмитрий Пученков, которого абсолютно облыженно обвинили в том, что он на Болотной площади в 2012 году бил полицейских. Не потому, что он их не бил, а потому, что там его просто не было. То есть там нашли фото и видео человека, который на него был похож, и сказали, вот это ты. И не дали провести повторную экспертизу, ничего не стали слушать, не стали слушать свидетелей того, чтобы он был в другом месте. Вот Дмитрий Пученков, он анархист. А я, например, анархизма не принимаю. Но это был человек настолько интеллигентный, настолько, скажем, интеллектуальный, да, и мы с ним отлично находили общий язык. А в каком-то другом случае мне такое расхождение взглядах может помешать. И я прекрасно понимаю, что в этом случае мне, конечно, лучше было бы просто не брать защиту на себя. Да, или отказаться от этого. Если я понимаю, что, ну вот настолько не складывается общение, настолько не складывается как-то найти общий язык, что я просто не могу полноценно работать по этому делу. Если мой подзащитный не настолько неприятен, что я не могу работать с отдачей, ну, наверное, ему нужен другой адвокат. Для вас есть профессиональные табу? Например, вы не будете защищать убийц, скажем. Нет, я защищал убийц, ничего там такого нет. Убийца тоже человек, он тоже имеет те же самые права, что мы с вами. Да, есть у нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. У меня такой вопрос к господину Новикову. Скажите, пожалуйста, сейчас вы защищали Надежду Савченко, она была героиней всего прогрессивного человечества, были флешмобы, сейчас она поехала на Украину, лично президент Порошенко за ней там прилетал, или встречал ее там в аэропорту, сейчас она сидит в украинской тюрьме. То есть, как произошла такая трансформация из героини в преступность, знаете ли вы что-то либо по этому делу, и готовы ли защищать Надежду Савченко в международных судах, дабы отстоять ее права? Спасибо. Спасибо. Ну, мы говорили о Надежде Савченко. Первая половина программы, достаточно подробно. Нет, у меня сейчас другие адвокаты, я порекомендовал ее нынешних адвокатов, это мои коллеги по украинскому бюро, я адвокат не только в России, я адвокат и в Украине тоже. Но сам я за это дело сейчас не возьмусь, потому что, я объяснил почему, потому что, это не та река, в которую ты можешь зайти дважды. Вот я вел первое дело, это было одно дело, сейчас другое дело. И вести их нужно по-разному, потому что это разные дела. А когда один адвокат ведет себя сначала одним образом, потом другим, это сказывается на том, что ему меньше верят те, кто помнит, что он говорил в прошлый раз, как успеет. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Вот ваш гость все время говорит Россия. И я бы, так сказать, сделал акцент, сделал на власти. А Россия к этому отношению вообще-то не имеет. Губернатор Архаргинской области, например, называет народ шалупонью. Причем здесь Россия? Это первый вопрос. Во-вторых, вот устали бы защищать бы Владимира Васильевича Квачкова, который 11 лет отсидел. Он что, тоже Россия? Спасибо. Спасибо. Ну, это такой философский вопрос. Да, в каком-то смысле и губернатор, и Квачков, они одинаковые, Россия. В каком-то, наверное, нет. Квачкова защищать бы не стало ровно по тому, почему я писал. Мне представляется, что мы с ним настолько по-разному смотрим на жизнь, что мы не нашли бы с ним общий язык. А это тяжело и для адвоката, когда ты не понимаешь своего подзащитного, своего доверителя. И тяжело, конечно, и для доверителя, когда твой адвокат тебе как-то не симпатизирует. По-моему, это вполне очевидный вопрос. Когда в России будет другая какая-то власть, и когда те люди, которые сейчас правят всем этим, сами окажутся в положении арестованных или подсудимых, ну вот тогда мы не будем говорить, что Россия, они это одно и то же. Сейчас пока не правят Россией, но почему нет? Россия делает, Россия сажает, Россия убивает, Россия убивает. Значит, будем говорить так. Понятно, что история не знает сослагательного наклонения и будущее тоже в какой-то степени, но, тем не менее, вы готовы были бы защищать кого-то из представителей действующей власти в международных судах, если, допустим, их будут судить, ну, того же Владимира Путина? Ну вот мы сейчас прямо кастинг устраиваем, да, вот сейчас будут судить Путина, и давайте кто из адвокатов будет его защищать. Я не знаю, Путина, наверное, нет, по той причине, что все-таки я не настолько всеяден, а кого-то из администрации, там люди разные, в конце концов, да. Я защищал там в свое время одного человека в ранге замминистра, ну, с ним тоже, конечно, были разные взгляды на жизнь, но не настолько разные, чтобы это стало непредалимостями. Вот в одном из интервью вы сказали, что бесполезно вас просить о передаче взятки. Вы говорите, меня периодически просят как-то решить вопрос, всем отказываю. И еще что-нибудь в духе, а давай за спиной у Васи, сделаем это, а ему не скажем. Как часто все-таки с этим сталкиваетесь сегодня, и был ли соблазн или сомнение, может быть, когда-то согласиться на это? Нет, соблазна, сомнений, конечно, не было. Но сегодня, я думаю, я просто исхожу из того, что я и мои коллеги, которые работаем по политическим делам, мы находимся настолько под плотным колпаком. Это, конечно, может быть немножко из-за взяда паранойи, но это конструктивная паранойя. Если ты паранойка, это еще не значит, что за тобой не следят, как известно. Поэтому соблазна никакого нет, даже если оставить в стороне этические моменты. Вот если ты занимаешься чем-то важным и серьезным, ты не должен даже прикасаться к таким вещам. То есть если такой разговор начинается, он сразу и заканчивается, здесь же, на этом месте. Ну и последние годы, конечно, там сталкиваются все меньше и меньше, потому что люди как-то понимают, к кому обращаться с такими просьбами, а к кому нет. У которого Россия вообще в этом отношении имеет неоднозначную репутацию, а как-то сложилось уже в обществе мнение, что любой адвокат, он потенциальный такой переносчик взятки, а если не хочет, то это наоборот странно. Но, по счастью, такое мнение, оно не всеобщее. И, в общем, довольно просто объяснить человеку, который пришел к тебе с такими мыслями, что нет, тебе нужен кто-то другой, а я с тобой не буду даже обсуждать. Ну много у нас вопросов, которые поступают прямо сейчас в Ютубе, и вот спрашивают, у вас скоро ли в России закончится беспредел? Наша зрительница. Конечно, хотелось бы, чтобы поскорее, да. Но я боюсь, что раньше, чем Путин закончится, беспредел не закончится, конечно. Да, Илья пишет, вы такой молодой, такой пасмурный, улыбаетесь чаще. Почему, кстати, не улыбаетесь? Редко улыбаетесь, вернее. Ну нормально, нет. Просто как-то, понимаете, вы сходу у нас беседа началась, да, и вы сразу стали про серьезные вопросы и про серьезные вещи. Если бы началось с чего-нибудь другого, может быть, было больше. Ну вот про что, где, когда как раз вопрос. Что будет, что, где, когда, после истории с друзьем стало неинтересно смотреть, пишет, пользователь. Что будет? Да я думаю, что все будет хорошо. Ну а что такое история с друзьем? Вы знаете, чем она закончилась? Она вообще закончилась? Илья Берр и Александр Дройстов. Нет, я понимаю, о чем вы говорите, но человек говорит после истории, как будто эта история уже все в ней поставлена точка. Ну она сейчас разворачивается, можно сказать. Ну давайте дадим ей развернуться. А как вы, кстати, оцениваете всю эту историю, которая бросила тень, в том числе и на что, где, когда, наверное? Ну, смотрите, опять же, я давал уже несколько раз такой комментарий, и вынуждены повторить его сейчас. Илья Берр, который, собственно, выставил блогер, который, вынес всю эту историю на свет, который записывал разговоры с друзьем, это мой старый друг. Я его знаю уже 20 лет. Мы вместе когда-то играли, и сейчас играем в одной команде, и когда-то начинали. И поскольку он ко мне обратился за советом до того, как вся эта история вышла на поверхность, я уже связан нашими адвокатскими правилами. Если человек ко мне обратился, я уже не могу себя чувствовать вполне свободным и комментировать эту историю, как если бы я в ней был посторонний, просто там, да, просто человек из клуба или просто посторонний юрист, я уже не посторонний. Хотя я не представляю его интереса, я не, что называется, не работаю за него против друзья, тем не менее, когда мне раз обратились, все, это обращение уже имеет свое, свое последствие. Поэтому я эту историю не комментирую, я не говорю, кто мне прав, кто виноват. Наверное, у тех, кто я интересовался, уже есть у каждого свое мнение, что там на самом деле было, но вот, там есть люди, с которыми вы это можете обсудить, я не такой человек. Ну вот, Максим также пишет, хочу передать Илье привет с Дальнего Востока, вы очень умный, грамотный, честный, из всех знатоков, я с детства вас уважаю, передайте, пожалуйста, мое сообщение, ну вот, передаю по просьбе. Также, Тамерлан спрашивает, будет будущее в Украине при Зеленском, как вы считаете? Будет ли будущее? А мы уже решили, что там будет Зеленский, да? Ну вот, такое сообщение, по крайней мере. Цитируем, как я. Давайте потерпим еще 11 дней, а потом будем обсуждать, что там будет в Украине. Давайте еще звонок под занавес примем. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Ольга, господин Новиков, вот вы лично и ваши коллеги предпочитаете для подвеса своей карьеры какие дела? Политические или криминальные? Спасибо. Да, спасибо вам за вопрос. Ну, адвокат, который ведет только политические дела, это, в общем, такая замеченная давно закономерность, он довольно быстро выгорает и он теряет возможность полноценно работать по другим категориям дел. Поэтому я стараюсь, чтобы у меня то, что ваша слушательница назвала криминальными делами, то есть делами, в которых нет явной политики, которые скорее развиваются по правовым, пусть даже искаженным, но юридическим категориям, правилам, я, конечно, стараюсь тоже вести, потому что я понимаю, что без этого я очень быстро превращаюсь в такой говорящий пузырь, который может только повторять, что в России все плохо, сатрапы, сатрапы, душегубы, ужас, ужас. Это все-таки не то, чем должен заниматься адвокат. У вас не как адвоката, а как гражданина можно сегодня назвать человеком с оппозиционными взглядами? Да, конечно, конечно, можно. А как вы оцениваете это разделение на условных либералов и консерваторов, на оппозицию, позицию, насколько вообще справедливо это восприятие, когда вот такая линия фронта? Со стороны, когда смотришь на Россию, вот, по крайней мере, складывается такое впечатление. Ну, я, например, считаю себя консерватором. Это не значит, что я за Путина и за ту систему, которая есть. Просто мой консерватизм, он такого свойства, что скорее вопрос вкуса, да. А то, что происходит в России, это не вопрос вкуса, это вопрос там абсолютного морального приятия или неприятия. Если ты не готов как-то тогда вежливо, уважительно обсуждать, а можно ли, в принципе, там мучить людей и убивать их, и можно ли врать все время, или там есть какая-то допустимая грань, что вот там убивать вот столько-то можно, а больше не нужно, вот это все не разговор, на мой взгляд. Если такое происходит, а такое происходит. Если российская власть спонсирует войны, ведет войны, спонсирует политические убийства, по сути, уже разворачивает репрессии, то это не, это исключает возможность не говорить, как там, допустим, либералы говорят с консерваторами в британском парламенте. Это не то разделение. А кому какой навесить ярлык, вот ты носишь значок либерала, ты носишь значок не либерала, это, по-моему, что-то вторичное и гораздо более такое, ну, да, вкусовое, да, то есть разделение по каким-то симпатиям, антипатиям, нежели по принципам. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в эфир программы Абанит Достов. Спасибо, что пригласили. Да, российский адвокат Илья Новиков был с нами на прямой связи.